Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение, как это ни странно может показаться, имеет очень важное значение и для современного мира. Потому что представление о том, что, скажем, вкушение какой-то пищи оскверняет человека, это не то отношение к миру, к себе самому, к пище, которое было где-то две тысячи лет назад. До сих пор есть религия, иудаизм, ислам, где, скажем, вкушение свинины представляется как оскверненное, осквернение человека, нечистое. И немало есть людей, которые, скажем, ни в коем случае под страхом смерти даже не будут есть свинину, но в сердце все равно будут и убийства, и теракты, и все прочее. А вот в этом он соблюдает, он перед Богом вроде бы чист. То есть дается такое, как бы, оправдание религиозной жизни человека, когда он соблюдает какие-то внешние запреты. А Господь утверждает, что то, что входит человек, не может осквернить человека. А вот что выходит? Убийство, зависть, злые помыслы и так далее, и так далее. Вот это осверняет человека. И вот мы видим, что до сих пор очень многие люди это вообще-то не понимают совсем. Потому что даже сейчас в советское время, я знаю, были благочестивые еврейские семьи, которые в синагогу не ходили, в Библии никогда не читали. Но Боже сохрани, если кастрюля, в которой варится мясо, прикоснется к кастрюле, в которой кипятят молоко. И надо кирпичом оттирать, там читать какие-то молитвы и все прочее, прочее. Так что все это вполне живо. И для человека это создает какой-то заслон, который позволяет ему не делать самые такие элементарные, казалось бы, вещи, нарушать естественные обязанности. Господь и говорит, что вот вы соблюдаете все эти правила, вот, а важнейшее в законе отвергли. Потому что вы говорите, забыли славу Моисею, злословище отца или мать смерти до умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери корван, то есть вот я эту вещь, или там все свое имущество, которое я трачу на тебя деньги, вот я скажу корван, то есть отдает одну и храму, и я вполне могу тебе ничего не давать. Вот если будешь мне делать замечание, как-то мне это, так сказать, неправильно завести, вот я тебя лишу всякой поддержки. И по правилам, придуманным уже людьми, это вполне было допустимо. И он соблюдает, что же выше-то? Причем это звучало, конечно, очень провокационно, потому что мы же понимаем, что многие, вот, мы вспоминаем маковийских мучеников. За что они претерпели смерть? За то, что отказывались есть свинину. Даже делать вид. Их учители Елиазара, эти римские сотники, которые их мучили, подговаривают, то только сделай вид. Вот это не свинина, а мы тебе это другое дадим. Это сделай вид, как будто ешь свинину. Вот он понимал, что это для народа, перед народом, вот, учитель закона, а уже сам нарушает его. И вот таким образом получалось так, что вот эти внешние правила становились гораздо важнее, чем заповедь «Чти отца свою, мать свою». А ведь эта заповедь дается первой из всех перечислений взаимоотношений между людьми. Первые четыре по отношению к Богу, а шесть остальных по отношению к людям. И начинается именно «Чти отца свою, мать свою». А потом уже «Не убей, не кради, не предводейся», и так далее. Вот. Так что вопрос был очень серьезный. И для евдеев, как же так? Они понимали, что ведь очень многие люди жертвовали жизнью, но чтобы не скверниться, не есть там свинину, там, или какую-то еще запрещенную пищу. А этот учитель из Назарита говорит, что это все не скверняет человека, а скверняет то, что из сердца исходит. Так что это вот то, что приносит нам Евангелие, вот эта самая свобода. А нужны ли эти правила религиозные? Конечно, нужны. Конечно. Но надо понимать, что они на самом деле лишь готовят, указывают нам на гораздо большее, более важное воздержание от осквернения, от всякого зла, который Иисус перечисляет. Зависть, убийство и так далее, и так далее. Так что, чтобы вот эти внешние правила, мы соблюдаем, да, мы трепаем складом, там, крыльца, икона, поклоняемся, пятое, десятое. Но это еще не все, потому что это нас не делает чистыми, достойными. Можем это делать, а внутри имеет там зависть и прочее, прочее. А вот очищает нас именно Царствие Небесное. Когда оно приближается, заполняет наше сердце, вот тогда сердце становится чистым, тогда меняется. Потому что эти внешние запреты, они лишь только пролагали путь к этому внутреннему очищению. Сами по себе они еще не изменяют человеческое сердце. А изменяют что? Вот это осознание того, что это внешняя дисциплина. А самое главное – обратить внимание на то, что у тебя в сердце. Чтобы в сердце действительно было добро, то, о чем говорит как раз апостол Павел в отрывке из послания Галатма, которое вы слышали перед Евангелием. «Друг друга времена носите и так исполните закон Христов». И далее говорит о том, что что ты в жизни, во что сеешь, тратишь свои усилия. Что посеет человек, то и пожнет. Особенно в воспитании детей. Если мы там детей наставляем, вот по его причастию, все, а дома не читая с ними ни Евангелия, не рассказываем о церкви, о священном писании, то эти внешние действия, они еще и наставят ребенка. Они дадут лишь внешнее, так сказать, послушание, почитание, а обращать внимание на борьбу со своими пороками, они могут и не наставить. Так уродну, еще мы все так делаем, ты так делай. И далее, видите, апостол Павел так и говорит, «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И далее замечательные слова, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот дай Бог нам всем не ослабить и делать добро. Аминь. Спасибо.